Это геройство никому не нужно. Я, честно говоря, даже против кадушки, которую льют на голову. Потому что атерослероз сосудов сегодня у мужчин стартует с возраста 25 лет. Это американские исследования. То есть молодой мужик, он не имеет права это сделать. По той простой причине, что есть мышцы скальпа, есть череп, есть венозные синусы, через которые дырки, как дуршлаг череп. Венозные синусы, через которые идет отток венозной крови. И здесь мышцы скальпа. Холодная вода попала на кожу, спазмировалась мышца, закрыла венозный синус. А кровь идет, сердце гонит. А отойти не может. И вот в том месте, где вот такая беда произошла, вот здесь венозная полна крови, сосуд может не выдержать. Да, и сосуд может не выдержать. Может быть инсульт. Легко и просто. Женщинам говорят, ладно, голову можно льем на спину. Если есть вегетососудистая дистония, лить нельзя. Душ, то же самое, то же самое сбросил. Вот все гонятся за моментальным оздоровлением. Вот пришел в баню, все, теперь молодец. Я думаю, что у меня вегетососудистая дистония, невростония, эти все виды того всего 25 роков шокового баня. Стаж у меня. И я вам скажу, эффект, я себя прекрасно, я себя зарпочиваю, и краще, чем в молодости. Смотрите, вопрос в чем? Запас прочности у каждого свой. То есть мы не знаем исходно. То есть можно проверить генетику и проверить, то есть у кого там длинные руки, он может там копье метать, потому что рычаг большой, или бороться хорошо. Ну, ну, подсветом я почуваю эффект от бани. Нет, смотрите, эффект от бани есть. Так или иначе, вы какую-то часть организма очищаете. Но более эффективно очищать, если очищать с клеточного уровня. Когда вы пьете воду в бане, вы просто изнашиваете сердце. Ну, на что ты згидный? Вот на счет термо такой обробки, как мы это делаем в себе. Я думаю, что ты шок такой, ну, для профилактики организма, он корис, привыкание к стрессу, и, соответственно, уновление всех процессов, и перезагрузка полностью компьютера, и он працюет... Никто никуда не перезагружается. Стрессовый фактор, да, его нельзя отменить. Есть, просто если верить Гансус и Илье, то стрессы делятся на две категории. Тренирующий эустресс, пока хватает генетики, и разрушающий дистресс. Вот у нас есть место, где, правда, без бани, но люди тоже принимали холодовые процедуры, это гидропарк. И там стоит капличка. Знаете почему? Почему? Потому что очень много людей закончили там свою жизнь, оздоравливаясь. Начиная с... Ну, Иванов не там умер от гангрены конечностей, продолжая лечиться своим же методом. Автор детка, да. Он умер от гангрены нижних конечностей. Потому что на выбор стрессовых гормонов... Стрессовые гормоны нужны. Это обеспечение реакции убегай или догоняй. От какой опасности вы убегаете в бане, и за какой едой вы собираетесь из бани бежать? Это обман организма. Это не перезагрузка. Это встряска жесткая. А там поставили капличку, потому что врачи скорой помощи, когда вызывали гидропарк, они ехали перевозить труб. Потому что те, кто регулярно этим занимается, развивается атеросклероз сосудов. Каждое обливание холодной водой, это гидродинамический удар по измененной стенке сосудов. В одно дело аорта эластичная, а в другое дело атеросклероз уже не эластичная. Она в разной степени хрупкая. И при атеросклерозе аорта не просто где-то там микрокровоизлияние. Она как молния. Хлоп, кровь вылилась и все. Человек йог и все. Его немало. Помощь бесполезна и бессмысленна и невозможна. Даже если это произошло в кардиологии. Понимаете? Я знаю банщиков с большим стажем, но, увы, тут есть не оздоровительная процедура по умолчанию. Чтобы очищать кровь, то есть, смотрите, фокус в том, что те токсины, которые водой, испиваемые в бане, выводятся из крови, они уже растворены в воде. Они уже готовы выйти. Им только остался следующий шаг выйти. Тут уже рейтинг. Выйти через легкие с воздухом выдыхаемым, выйти через кожу с потом, либо через почку. То есть, вопрос, если в обычных условиях это почка работает, если в бане потовые железы и легкие, как система терморегуляции, система охлаждения. То есть, тут ничего другого нет. То есть, вопрос, они уже растворены. Фокус другой. Как растворить в воде те токсины, которые находятся в клетке, которые находятся в среде ткани. И они там висят, потому что не хватает им воды. И вот воду туда забросить, в клетку. Так.